Как многие знают, существует популярный класс моделей, называется модель ARMA, то есть авторегрессия со скользящим средним, который позволяет таким образом замоделировать доходность актива. Здесь YD — это доходность некоего актива в период времени D, и оно моделируется как сумма присущей доходности с некоторыми пациентами и сумма ошибок. Первая часть называется авторегрессией со скользящим средним. И эти модели довольно неплохо позволяют находить оценку этих Y, насколько это возможно вообще для доходностей. Но возникает зачастую такая проблема, что у нас же в регрессиях существует стандартная предпосылка о том, что дисперсия следуемой случайной величины постоянно и не меняется. Но, как можно видеть, например, на этой графике, которая справа на дисперсии, она меняется, причем меняется не случайно. Какая-то явная есть закономерность волатильности активов со временем. Ну и как раз модели условной гетодистичности, или GARCH модели, ARCH модели, они позволяют поймать такие вот закономерности волатильности активов, ну и, соответственно, получить качественные оценки риска активов или портфеля этих активов. Для того, чтобы провести некий формальный анализ какой-то закономерности, ну, понятное дело, что можно смотреть на рисунок и там глазами понимать, что вот есть некая зависимость, да? Но всегда статистикам хочется иметь некую формальную процедуру, получить некое число и, глядя на это число, сделать какие-то те или иные выводы. Ну вот для тестирования наличия зависимости дисперсии или авторегрессионной зависимости, если более точно выражаться, то есть дисперсия в текущий момент времени, она как-то, по идее, может зависеть от дисперсии в предыдущий момент времени. То есть, чтобы проверить эту гипотезу, сформулирован был тест на ARCH-FECT, и тест может быть лагранжевым называться. Но идея стоит в том, что мы рассматриваем в качестве оценок дисперсии квадрат ошибки в вибрессии. И смотрим, зависит ли он от тех же квадратов в предыдущий момент времени. Соответственно, если не зависит, то все оценки, начиная с дельта первого и конца, они будут равны нулю. Но альтернативная гипотеза, что хотя бы один из них нулю неравен. Можно сформулировать статистику тестовую, которая будет иметь х квадрат распределения с Q степенями свободы. Ну, Q – это количество лагранжев, которые мы выбираем при проведении этого теста в Арии. Есть такая библиотека, называется FISTS, в которой есть функция, название ARCH-TEST, которую тесты можно в лагранжевых проводить. Туда нужно просто поставить ряд доходностей активов, и он нам скажет, есть ли закономерность волатильности этих вот активов. Единственное, что нужно указать количество лаг, то есть этот параметр Q здесь. Насколько далеко вы в прошлое идете при формулировании этого теста. И вообще говоря, результат может быть разный при разных Q. Но такое правило может сформулировать, что выбирайте Q с тем, чтобы получить нужный вам результат. Если вы хотите, чтобы было основания применять дальше модели, вы можете добиться, попробовать добиться такого значения теста, в котором он вам покажет, что зависимость есть. Ну и, соответственно, можете поэтому ориентироваться, что если зависимость только при больших лагах, не только при маленьких лагахах. В среднем к формулировке самой вдачи модели, она зависит так же. Берутся остатки D, это остатки регрессии после моделирования доходности. То есть, допустим, у нас есть исходные доходности Y, мы рассчитали модель ARMA, по ним исходящее среднее авторегрессию, и получили остатки от этой модели, остатки регрессии, которые обозначены первым. Ну, существует такой факт, что любую случайную личину можно разложить на произведение двух других случайных личин, которые здесь обозначены Z и сигнал. Причем Z в данном случае будет иметь некое распределение с нулевым зрением и инищенной дисперсией. То есть, величина Z, она как бы определяет формулу распределения наших ошибок. То есть, Z может быть нормальная распределенная случайная личина, тогда и εT будет нормальная распределенная случайная личина. Если у Z распределение студента, то и у f будет распределение студента. То есть, это не своя форма распределения. Вторая личина, сигма T, это, собственно говоря, волатильность, или дисперсия вот этого распределения. Вот эта дисперсия, она моделируется следующим образом, что берутся остатки от регрессии в предыдущий момент времени и сами значения дисперсии в предыдущие моменты времени. Скажем, установка модели называется GARCH, G означает обобщенный. Есть установка модели, где нет дисперсии, вот этих сигнал бета на сигнал квадратный, а это модель GARCH. То есть, простая, не обобщенная. Ну, исторически так сказано, что GARCH была предложена сначала, а потом уже GARCH, но используется именно GARCH в основном, потому что она обычно лучшая пока. Ну, еще можно рассмотреть такую довольно популярную дальнейшее обобщение GARCH, степенной, то, что у нас в GARCH всегда предполагается, что, ну, мы рассматриваем квадратные волатильность, то есть, сигма T в квадрате и эс сигма T в квадрате, но это, в общем случае, необязательно, и можно ввести некий параметр, дельта, который определяет степень, в которой мы рассматриваем эту волатильность. Ну, просто был обнаружен такой факт, что зачастую в зависимости в квадратичных волатильностях она не очень сильно вышена. Вот если перейти к третьей степени или, наоборот, взять первую степень, то вот такие вот эффекты от регрессионного характера волатильности они будут проявляться более четливо, соответственно, можно их более качественно замоделировать и получить лучшие оценки риска. Ну, еще часто включают в эпсилон T вот такое вот неравномерное влияние положительных и отрицательных эпсилон. Обычно, когда рынок падает, то у нас инвесторы волнуются больше, чем когда рынок растет, поэтому при падающем рынке обычно волатильность, она больше, чем при растущем рынке. Ну, и вот это вот такое вот разделение, оно как раз и призвано внести неравномерный вклад в отрицательных и положительных ошибок в дисперсию. Вопросы по постановке модели есть у вас? Да. А вот не надо эту разницу в квадратную инвестицию? Ну, в какую разницу? Делать модуль минус. Не, она подводится в квадратную инвестицию. Ну, если 5 разницу, то, ну, в 2 минус. А если нечетные степи, то... Сбежно. Если 5 какие-то данные, то можно. И просто в знак, то есть... Ты падающий рынок, то есть, да? Ну, тогда у вас с коэффициентом может быть уходить с коэффициентом. Да, у вас, может быть, интерпретация в зависимости от коэффициентства, но вообще она формулируется так. Иногда формулируется, что есть у нас альфа на эссилум т плюс гамма на индикатор того, что эссилум т меньше 0. И это, по сути, то же самое, что, ну, просто, когда доходность отрицательная, вносит какая-то дополнительная величина от золотины. Ну, здесь это и положительная часть, и вот там отрицательная часть, которая вносит свой эффект. Вопросы? Еще вопросы? А дети на практике вообще для такого принципа подбираются? Модель-то они могут подбираться просто нарезать другими параметами моделей, моделей, то есть, неким оптимальным образом, чтобы получилось наибольшее значение функции производства, чтобы она наилучилась. Ну, да, такая же обычная платгонка, ну, таким же образом, как Альфа, Гетта и так далее. Ну, можно и самому сдавать какое-то определенное значение. Но это не единственное обобщение моделей. Существует там, в принципе, сами Гарчи тоже довольно популярный, ну, и много вообще других Гарчи, потому что это модель такая, широко применяющаяся, по ней там много статей, так что вы можете почитать тем, кто больше заинтересуется этой моделью. Так, ну, где-то мы разобрались с Сигмой, да, а вот у нас еще осталось Z. Нужно, ну, дать какое-то распределение Z, чтобы получить модель для репсии. То есть, что-то произойдет нормально, случайно влече у нас пилом, да, и куда-то куда. Ну, вот предлагается такое распределение, которое называется обобщенное распределение ошибок. Вот у него вид немножко лучше, чем у обобщенного категорического, да, но хуже, чем у нормального. На самом деле, это распределение, оно является довольно гидким, то есть, может быть, как, там, с ровными хвостами, вот синий в ряд, может вообще превращаться в нормальное распределение, красный вариант, либо с верхними хвостами. Существует также дополнительное вручение этого распределения на асимметричный вариант, в том числе и восхищенное распределение. Ну, и это распределение, оно специально было разработано для дальше модели, поэтому рекомендуется использовать именно его. Конечно, ну, вот в стандартной постановке модели Z имеет нормальное просто распределение, ну, и зачастую эта модель неплохо работает, то есть, необязательно каждый раз использовать GATS, это просто, ну, один из вариантов, как, может быть, вам удастся улучшить вашу модель. Итак, все функции для работы с GATS и они содержатся в пакете по названию GATS GATS GATS. В частности, там есть такая функция, называется GATS GATS FIT, которая предназначена для подгонки с GATS моделей. Во-первых, в ней вы должны задать свою модель в виде вот такой формулы, которая начинается с значка кильда. Это специальная арбовская штука для задания формул, они там все с кильда начинаются. Потом вы пишете арман, добавите порядок модели авторегрессии с разводящим средним, и только вместо M и N нужно подставлять уже какие-то конкретные числа. То есть это именно числа, и в этой записи вместо N и N именно цифр должны быть здесь. Ну и порядок модели абардж, ну или дальше, пэпши. Сколько ладов в предыдущем значениях дисперсии, в предыдущем значениях ошибки. В параметре дрейна указываете моделируемый ряд. В параметре клонгист условное распределение, то есть распределение ZD. Вы можете написать, что это нормальное, можно написать бюджетное, можно на агенте писать. Можно написать скошенные варианты, тут даже для нормального распределения существует... Параметр PIN плюс DELTA определяет, нужно ли выбирать параметр DELTA наряду с остальными параметрами моделями, или же его фиксировать нужно и не трогать вообще. В таком случае вы просто дописываете ряд параметров DELTA равно 2, там и DELTA равно 1, говорите DELTA равно FALSE, и класс DELTA фиксирован остается. Ну и Leverage — это параметр для учета неравномерного влияния положительных и отрицательных ошибок на дисперсию. Ну то есть вот эта вот штука с модулем в скобках нужная, или ее включать, или ненужной, там будет просто RECLUM кода. Тут вопрос есть у вас? А какие методы подбираются? Это кондиционный метод? Прямо подобное? Да, методом максимального подобного. А как параметры, если мы DELTA задаем? То есть они параллельны? Убираются еще наилучшие параметры для распределения? Да, ну вот если вы задаете GET, допустим, то, во-первых, у вас всегда средняя будет нулю от дисперсии единицы, и будет подбираться параметр формы. Соответственно, если это симметричное распределение, у него еще есть третий параметр формы, он будет подбираться тоже каким-то оптимальным образом на основе вот этой функции максимального проподобия. Ну, асимметричный вариант, есть еще четвертый параметр скорость, и он тоже будет подбираться. Да. А можно еще раз проиграть? Ну, и DELTA, что происходит с местами труда, что происходит с местами труда, что происходит с местами труда? Если INCLUDE DELTA истина, то тогда DELTA, ну, давай вернусь, тогда вот эта вот DELTA подбирается наряду со остальными параметрами моделей, там, альфа, бета или другие. А если INCLUDE DELTA ложь, то тогда оно просто имеет некое фиксированное значение. По умолчанию это значение равно 2, но вы можете задать другое, написав, там, DELTA равно 1, 3 и так далее. Дробный вариант также допустим. Все параметры подборка рассчитываются? Все параметры рассчитываются по методу максимального проподобия. Вот если функция подобия, она максимизируется по параметрам. Так, ну вот представлены несколько реализаций различных моделей. Вот, допустим, 2, 4, 1, 1. Как он получит? Ну, я рассматриваю без армейку, просто чистый гармейку. Но и с демоном, и армейку. Чтобы обычный гармейку получить, нужно DELTA задать двум, написать DELTA равно двум и дать плюс DELTA полз. То есть, помните, симметричная модель с дельтаром двойкой и обычный гармейку. Ну, популярный вариант модели гармейки, где степень равна 1, то же самое, да, с дельтаром 1. Ну, вот и паровую гармейку, DELTA и гармейку. Вот можно записать его в такой интерпретации, в которой я творил, что индикатор, если он больше нуля, ну или меньше нуля. И тогда нам нужно указать, что DELTA истинно. То есть, отключить вот эту штуку нервно-мерными влияниями ошибок положительных и отрицательных. Еще в пакете BIP GARCH есть обобщение функций VOT, которое позволяет рисовать несколько полезных графиков. Ну, можно посмотреть на график квантиль-квантиль, да, какой он получит. И, соответственно, если вы используете там для гармейки нормальное распределение, да, и вы видите на квантиль-квантиль, что хвосты тяжелые, то есть основания использовать какое-то тяжелохвостное распределение. То есть вместо нормального пробовать student или get, чтобы вот эти тяжелые хвосты убрать. Ну, и график автомкально-кальная гормейокорреляционной функции и частной автокорреляционной функции, он помогает выбрать порядок rma-модельный. Мы узнаете, наверное, что корреляционная функция простая, а GF, она показывает порядок rma-модельной части, А вот если вылезает на первый лаг, второй и третий, то это означает, что параметр M-A, часть M-A модели можно выставить равным трем попробовать, да? А частная автокоррекционная функция P-AKF, она показывает, сколько лагов целесообразно включать в авторегрессию в L-R. Ну и по этим графикам вы можете ориентироваться. Ну вот еще, тут у меня записан параметр Shape. Еще можно сказать, что когда вы выбираете какой-то ненормальный вид распределения, например, сложный вид, вы можете задавать параметры формы распределения и сложность этого распределения тоже вручную, чтобы они не подбирались в ходе моделирования. Но дело стоит в том, что если вы рассмотрите какую-то достаточно сложную постановку модели, где у вас там несимметричное распределение, еще и там дельта параметр подбирается, то модель может просто не рассчитаться в силу своей сложности на некоторых наборах данных. Поэтому, если вам нужно получать риск, все-таки, то можно, ну, собственно, простить модель, задав какой-то цель. Обычно здесь задается параметр Shape формы распределения GED и говорится, что Include Shape равно False, то есть не надо подбирать параметр формы при моделировании и тач-моделении. Ну и также с параметром Скошенности. Параметр Скошенности называется Skew. Можно написать, что Skew равно Doom и плюс Skew — это False. Так, ну вот, еще важная тема при расчете регрессии с прямыми рядами является стационарность. Многие, опять же, знают, что такое стационарность, да, это, ну, в таком густом смысле, это то, что закон распределения тех данных, по которым мы строим модель, он не отличается от закон распределения тех данных, для которых мы оцениваем риск. То есть то, что было в прошлом, те закономерности, что были в прошлом, они сохраняются в будущем. Но обычно это формулируется в более мягком варианте, что должна быть много ждания постоянно, и корреляция между наблюдениями и между доходностями, она зависит только от того, насколько далеко эти доходности расположены, но не зависит от места, в которых вы выбираете доходности. Проявлять корреляцию можно двумя способами. Корреляция, собственно, ряда, которые, ряд доходностей, которые вы моделируете. Но обычно ряд доходностей, он стационарный, особенно если там в нем много наблюдений. И второй способ – это ряд уже остатков моделей, для которых, допустим, вы строите и дальше. Он тоже должен быть стационарным. Вот эти вот epsilon-t, они тоже должны быть стационарными. Ну, в баре есть библиотека по названию D-Series, она вообще предназначена для работы с рядами временными. Там много всяких функций, в частности, есть функции для использования функционара. Наиболее популярные вот здесь представлены – это расширенный тест Дики Фульбера, тест Филиппа Перрона, Филиппа Перрона и тест филопского Филиппа Шмелька Шина. У первых двух нулевая кольца в том, что ряд не стационарных. Соответственно, когда вы получаете B-значение маленькое, то гипотеза B-не стационарных. Если да, то, соответственно, ряд стационарных. У последнего теста гипотеза обратная, то, что ряд стационарных, и вы должны разоваться, когда получается достаточно большое значение B-V. Да? Можно для аудитории вопрос? Что еще? Для аудитории вопрос. И стационарность, и стационарность в широком смысле? Не следует. Не следует. Почему? Например, распределение каши. Ну да. Там необязательно существует. Матожидание. 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 Да. Матожидание. 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 Что вы сделали? Так. Ну и у нас есть три теста. В принципе рекомендации по их применению составят в том, что тест, который КПСС, он наиболее мощный из всех трех. То есть он наиболее хорошо отделяет нестационарные ряды, то есть выявляет нестационарные ряды среди стационарных. Но, однако, он является асимпатическим. То есть работать только при большом количестве наблюдений. Большое — это, допустим, тысяча. Тогда можно применять тест Критковского Филипса. А если количество наблюдений в несколько сотен всего, то рекомендуется применять либо Критковского Филипса, либо Филиппа Перона. Хоть они и часто принимают нестационарные ряды за стационарные, но зато они работают при малых выборах, где Критковский и компания, они, ну, конечно, покажут, что это не так, но он теоретически уже будет не обосновываться. Тут вопросы есть по этим уменьшим тестовым? Ну, тогда давайте моделировать. Допустим, у нас есть ряд Dax. Мы подобрали дальше модель, записали ее переменную Dax.dfig. Теперь мы хотим построить акцентку риска, но для этого нам нужно некие модельные значения получить как доходности, так и диспет. Эти модельные значения можно получить с помощью функции кредита, в которой вы выставляете Dax-модель и параллельный Dax. Дальше, если вы хотите, то показываете, насколько период будущего рассчитывать эти прогнозы. Обычно я считаю на один-два периода будущего, потому что они, вот эти все прогнозы, они довольно быстро сходятся к некому среднему значению. Так что, допустим, прогноз на 20-й период, он ничем будет отличаться от прогноза на 30-й период. Они экспенсиально сходятся к третьему значению, поэтому обычно R5 дается 1, 2 и так далее. Вот мы покупаем там вектор с средним значением, есть вектор с частей. И, ну, вектор, там уж не там, когда вы указываете, там, конечно, периодов равно 2, то вам посчитается прогноз как для первого периода, в будущем так, да, для 3 плюс 1 и для 3 плюс 2. Ну и чтобы посчитать оценку риска, можно воспользоваться таким вариантом, что, ну, Андрей, я тут порисую. Да? Правильно. Ну, у нас же есть значение с эфсилумом, и она моделируется как средняя, модель для среднего, мютея плюс сигма Т на ЗТ. Вот эта штука мютея, она рассчитывается с помощью одной модели, это все армазка. Оценки сигма Т на ЗТ, они получаются из дальше модели. Среднее значение, которое находится в первом столбце прогнозной матрицы, оно как раз и содержит оценку мю в первой части. А вектор дисперсии, он содержит оценки вот этих плод сигма. То есть, думаю, можно сказать, что там доходность – это наше среднее значение плюс наше сигма умножить на ЗТ. Но чтобы посчитать именно оценку риска, можно взять, ну, некий квантиль вот этой всей доходности. Ну, понятное дело, что у нас прогноз, он не меняется, да, вот здесь прогноз среднего – это просто число, да. А вот ЗТ, на которое все это дело умножается, это есть некая случайная величина. В зависимости от конкретной реализации мы можем получать отличные доходности. То есть, ну, будет не ε, а ε, а ε. Поэтому, чтобы посчитать квантиль доходности, мы должны взять эту квантиль вот от этой штурки и, по сути, просто взять квантиль от ЗТ. Некого уровня А. Ну, понятно, что по предпосылкам модели у нас в УЗТ среднее будет всегда 0, а стандартное отклонение всегда будет 1. И квантиль, он будет просто определяться другими параметрами, которые мы подобрали удачей модели. Допустим, если это был обычный дед, то у него есть третий параметр под названием «Форма» или «Шейф», который, возможно, с помощью такой хитрой записи из подобной модели «ДАРСФИТ» нужно написать переменную, название переменных, в которой вы написали модели «Поставить собачку», написать «ФИТ», поставить «ДОЛОГ», написать «ФАРК», и затем указать название параметра. Ну, для формы это «Шейф». Если есть еще скошенность, то это «СКИЛ». Возможен вариант, когда вы не подбирали вот эти параметры, а просто указывали вручную, то есть писали, что «Шейф», допустим, равном двойке, и «Инклюв шейф» — это «Поставить». Есть у вас вопросы по «Инклюву» или «Инклюву»? У нас есть параметры неотъемленной модели «ДАРСФИТ» Прогноз дисперсии? Прогноз чего, я не рассуждал. У вас есть параметры неотъемленной модели «ДАРСФИТ» Там же «Сигма-Т» зависит от предыдущих моментов времени, и мы, соответственно, можем сосчитать с «Сигма-Т» плюс один, поскольку знаем «Сигма-Т» в настоящей момент «ДАРСФИТ». Это просто прогноз на один шаг вперед. Для стационарных идут. Еще вопросы? Ну, это всего и в актере. У нас, в принципе, то же самое, что и в предыдущих вариантах. Основная идея та же данная, что вы имеете некую выборку, по которой вы строите модель, и каждый раз оцениваете значение показателей границы потерь, он выдвигается, выносим на одно наблюдение вправо, и повторяете все заново. Но вот только, если вместо «Отранка» это определение, здесь, где подбирается в грач-модель. Ну, и тут нужно внимательно следить, чтобы спецификация, которую вы здесь указали в грач-модели, она совпадала с тем, что написано здесь, при расческе болезни. То есть, если вы пишете, что там шеев равно полтора, и из-за шеев там равно пол, то тогда в скошенном гене вы пишете, что у него равно полтора, так как и здесь. Ну, и естественно, квантиль распределением может попадать… Ну, вы должны брать квантиль именно с того распределения, которое вы выбираете для защиты. То есть, если здесь скошенном гене, то здесь квантиль скошенном гене. Если там нормальная, то и в паре должна быть нормальная. В общем, за соответствием здесь. Вот. Ну, а так вы просто шеевом соходите, по наблюдениям изминующих выборки, и получаете вот квантиль, которое вот так выглядит. То есть, можно видеть, что даже когда есть пробои, они обычно не очень большие, да, ну, довольно большие, да, но все равно они в среднем гораздо меньше, чем когда вы строите модель по, там, оценке распределения. Именно это, ну, объясняет, что дальше модели, они довольно популярны для оценки риска. Ну, и когда вы посчитаете, если вы посчитаете значение функций потерь, они, естественно, тоже будут гораздо меньше, чем модели, которые мы рассматривали в прошлый раз. Ну, вот, поисколько я, наверное, не буду восстанавливаться. Существует некий способ, ну, много, на самом деле, различных способов обобщить гарча для порфеля активы. Ну, есть популярные модели там, ортогонального гарча и так далее, вы можете тоже это забудрить, но мы рассматриваем такую одну из самых простых, одну из самых простых вариантов, как можно построить гарча для порфеля. Ну, на основе топовых функций, которые вы теперь уже хорошо знаете. Основная идея стоит в том, что мы строим несколько моделей, ну, по одной модели гарча для каждого актива. Допустим, у нас два актива, соответственно, две карти модели. Но потом мы говорим, что вот эти вот случайные величины Z-D, формы распределения, которую мы задали, то они имеют, на самом деле, какое-то совместное распределение, то есть в случае для двух активов, это некое двумерное, там, нормальное распределение, или, там, двумерное и так далее. И уже этот Z можно замоделировать с помощью, например, КОПУ, и можно просто построить совместное распределение Z, и на основе средства совместного распределения вычитать оценки риска. В принципе, процедура похожа на то, что мы использовали в ТОПСЛОШ. Сначала оцениваем частные модели, в аналогии с тем, что мы оценивали частные распределения, да, ну, допустим, две таких гач-модели, я пришел на РАУСКОМ. И затем нашел в МАКСУ остатку, который находится в Z. Ну, она находится так, что, когда вы ближете собаку РЕСИДИЛС, вы говорите РАУ, что достанет мне значение РЕСИДИЛСКОМ. Когда вы говорите, пишется собаку СИГМАТЭ, вы говорите, что достанет мне значение СИГМЫ из этой модели. Ну, и поскольку мы знаем, что РЕСИДИЛСКОМ это СИГМА на Z, то получается, что Z это РЕСИДИЛСКОМ надо разделить на СИГМА. То есть, если мы получаем Z для первого актива, мы получаем Z для второго актива. Ну, и даем параметры частных распределений у меня осталось. Средний всегда будет ноль, стандартное отклонение будет всегда единица. Ну, а затем уже вы должны смотреть, как модерировали врачи. У меня там везде стоит заданный вручную параметр шейф и попадает в форму, поэтому я говорю, что у него это два три числа, которые я заранее задал. Ну, поскольку в первом случае у меня был обычный диет, а не с кошками, то первые все у меня единицы. По ГЕДЕ параметр скоршности является мультипликативным, соответственно, при единице, когда вы умножаете на единицу, ничего не происходит, оно симметрично становится там, поэтому по умолчанию все это единицы. У второй модели у меня скоршные диеты, поэтому я, вот, скажу, подобное значение этого параметра с помощью вот такой записи, которая в данном случае. Ну, и затем мы просто считаем значение участковых функций распределения, вот выставляем такую матрицу из них с помощью функции PIS, GET в данном случае. Ну, хоть первое, оно не скошное, но когда вы PIS, GET даете все равно единицы, это все равно, что вы попадаете на три счета. Ну, и затем вы выбираете функции по той же схеме, что у нас было ранее, что у нас было ранее, и находите там, ну, матрицу, модель вот этих вот, ну, на генерирующих, ну, на большое количество N, да, перейти потом вот к функции и модельных распределения по средствам значениям от дата с помощью PIS, ну, и дальше, прибытие строить прогнозы и рассчитывать значение выявлений у себя. Все, в принципе, то же самое, что и в предыдущие разы. Вот здесь по этой схеме скопы есть вопрос, как долго будет строиться PIS? PIS будет не очень долго, на самом деле. В предыдущий раз у вас строилось долго из-за того, что QG-HIP функция долго работает. Здесь вы будете, ну, ход GED, он работает гораздо быстрее, если вы будете нормально использовать, то еще быстрее. Хорошо. Спасибо. Мы сказали до этого, что есть как-то функция воспределения, которая эффективна для этого случая. Вот это хорошо. Зачем вообще функцию воспределения? Да, предыдущая схема нормально работает. Ну, зачем QG-HIP немножко неверный вопрос, потому что, когда вы используете QG-HIP, вы и GED тоже используете, без обобщенного распределения ошибок. Там же схема какая, что вы строите частные распределения вот этой многомерной величины Z с помощью обобщенного распределения ошибок. А потом взаимосвязь между этими величинами моделируете с помощью QG-HIP. То есть QG-HIP и QG-HIP это не взаимоисключающие вещи, а взаимодополняющие. То есть, сначала QG-HIP, потом QG-HIP. Можно так же строить просто многомерный QG-HIP, допустим, да? Если вы найдете твой пакет, допустим, для этого, вы можете вместо QG-HIP строить QG-HIP. Ну, а так, вообще, я не заставляю вас использовать QG-HIP, но это просто один из вариантов того, как это можно сделать. Если вы сделаете то же самое, но без попу, то, пожалуйста, так тоже можно. Еще вопросы? Да. Как выбирать параметры shape? Ну, вот смотрите, у вас же есть игратель квантиль-квантиль, который я вам показывал, как рисовать. Вы можете подобрать просто вручную, написать там shape равно 2. Это будет нормальное стреление. И посмотреть на хвосты, как они у вас. Если, допустим, тяжелые остались, то shape уменьшить. Написать там полтора. чем меньше shape, тем тяжелее в классе модели. Если у вас уже не выстроится более-менее в прямую линию, то говорить, что вот такой shape нормальный. Ну, или можно положиться просто на функцию максимального подобия, поставить include shape равно true. Да, то есть истинный. И тогда он сам подберется для вас. Но он точно так же сделает, чтобы у вас хвосты не было, чтобы в минимуме? Да, чтобы на графике квантиль-квантиль не было вот этих выбросов на хвостах. На конца. А еще раз, какая уголка за жизнь? В формуле чего? В формуле чего? В генеоргии. Наверное, ню. Еще вопросы? Как выбирать тип моделей и непорядок модели Гарща? В порядок модели Гарща обычно устанавливается один-один. Потому что, как правило, это достаточно. А если вы установите больший, то это будет сложная модель. но, в принципе, вы можете просто перебрать различные варианты модели. И, ну, когда вы выбираете модели, у вас там, там напишется, допустим, print, там, DAX, GFIT, и у вас будут выданы статистики по этой модели, и там, в частности, есть функция в родоподобии, да, логарифмической или обычной. Но вы можете посмотреть различные варианты и выбрать ту, где, ну, подгонка лучше, соответственно. Ты слушал про гарчу или обученную гарчу? Рекомендация всегда такая, что начинать с какой-нибудь простой модели, а если она, вот, чем-то вас не будет удовлетворять, то тогда переходить в более сложную. То есть, наверное, лучше начать с обычного гарча, где будет нормальное распределение. Ну, а если результаты плохие получат, там, график, пойти в антель плохой, или, там, кривая вар плохая, то тогда уже что-то делать. Еще вопросы? Да, 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 нет. Можно взять тот же самый набор данных, которые вы использовали для предыдущего задания, и уже там попробовать гаджики для пастыли построить. И, соответственно, вы можете посмотреть, в чем разница, и написать все это с подробными комментариями. Вопросы есть по домашнему куда-нибудь? Тогда у нас эта лекция закончена. Спасибо.